И теперь, следующее видение, которым я хочу завершить этот отрезок, такое. В этом видении я видел руку Божью, потому что Бог сказал, что я не позволил, чтобы произошло полное уничтожение этой нации. В последние дни я соберу нечестивых, у которых нет покаяния. Я соберу их, как я когда-то собрал животных, но и в ковчег, и я закрыл двери. Я соберу их в города, предназначенные для полного уничтожения. Они будут на массовых собраниях, конференциях. Они будут на Киеве делать свои парады, заполняя улицы со всеми своими философиями, требованиями, кичливостью, когда ударят бомбы, и вы их больше не увидите. Если вы не верите, посмотрите Псалом 36. Слава Божья говорит это. Они будут кеплом под вашими ногами. И я говорю вам, если вы сейчас смотрите это, и вы упорствуете в своем духе, и говорите, «Да но эти христианские дела и радикальное христианство, я умоляю вас, время покаяться, сегодня день спасения. Если вы не обратитесь сейчас, вы будете обращены к Духам Божьим, и когда разрушение ударит по всей стране, вы будете уничтожены и станете пеплом под ногами верующих». Слово Божье говорит это. В этом видении я видел ракеты, которые перелетали береговую линию. Это были крылатые ракеты. Я объяснил это одному человеку несколько дней назад. Он был чиновником из Пентагона. И он задал мне много вопросов об этих ракетах, которые перелетали с моря. Они пришли с моря и их выпускали оттуда. И он сказал, это были крылатые ракеты. Мы волновались, потому что все эти подводные лодки и хорошие субмарины, они все упакованы крылатыми ракетами. И их невозможно засечь. И мы опасаемся, что они уничтожат наши стратегические командные пункты. Я видел, как они перелетали, но я слышал голос Божий позади меня. «Смотри, что я сделаю!» И вдруг все эти ракеты, которые перелетали береговую линию, вдруг останавливались и выпускали шлейф прямо перед собою. Эти крылатые ракеты буквально направлялись турбовентиляторными двигателями. Они сделаны, как реактивные двигатели. В них попадает пепел, и они останавливаются. И в этом видении они вот так шли вниз. Даже не взрывались. А в них безаварийная система. Убогая территория, отмеченная в этой стране, где не будет никакого проникновения. Они не пострадают. Я видел целые территории, покрытые огромным плексиглазом, определенные города, и я не скажу, какие. Будете послушны Господу, Он позаботится, чтобы вы были внутри них. Точно так же, как Он взял, чтобы нечестивцы оказались в неправильном месте. Праведники окажутся в правильном. Я видел много военных, которые стреляли во всех, и они обходили вокруг этих территорий, где люди молились на своих лицах. Они даже не осознавали, что расходили, чтобы потом встретиться и спросить, а где ты был? Это Дух Божий защищал людей. И это то, что Бог сказал, что Он сделает в этот день. Дальше я видел множество войск, вошли в некоторые территории в этой стране, и снова я услышал голос, громогласность, смотри, что я буду делать. И вдруг начиналось извержение вулкана, и лава текла из этих мест. И веки лавы текли стороной по горам, и создавали огненные стены вокруг этих территорий, и праведники были защищены в этих местах. Танки не ездят по лаве, и войско по ней не ходят тоже. И самолеты. Дальше прилетали истребители и бомбардировщики. И снова громогласный голос, смотри, что я буду делать. И когда они прилетали, и снова пепел поднимался и блокировал их путь. И те, кого Бог защищал, самолеты никогда их не достигали, и они падали и сгорали. У Бога есть план, народ. Но я хочу вам кое-что сказать. Если вы хотите быть частью Его плана, вы должны ходить и разговаривать с Ним. Вы должны быть в общении с Господом Иисусом Христом. Вы должны перестать называть то, о чем мы сейчас говорим, мрак и ужас. Это не мрак и ужас. Это заступничество Божие, и суд Божий, и гнев Божий вскоре последуют за ними. Вы хотите судов Божьих? В Салом 36, 10 сказано, что праведный говорит о Его судах весь день. Это не несправедливо говорить о суде Божьем. Это не неправедно, потому что это Слово Божье. Праведный ищет Его суда, потому что в Его суде мы становимся праведными. И сказано, блаженны чистым сердцем, потому что они Бога узрят. И я хочу увидеть Его у рыбки, можете мне поверить, но я хочу увидеть Его здесь. Я видел слишком много пистолетов и ножей в своей жизни, и я пережил их. Я пережил, когда 27 минут был мертвым. Я вышел, когда был вооружен, окружен армиями, террористами. Я заходил в их укрытие и выходил живым, потому что Господь защищал меня. Если Он не защитил меня, Он защитит и вас. Я не даю вам послания мрака и ужаса. Это послание предупреждения. Смотрите, сегодня день спасения. Сегодня день Господень. Не завтра, а сегодня. События уже готовы вот-вот разразиться по всему миру. Очень быстро. И Бог желает, чтобы вы и я, будучи Его народом, были на стороне победителей, а не на стороне жертв. И заканчивая, я спросил Господа обо всех этих лагерях, правительственных лагерях, как я уже упоминал вам. Я спросил, а как насчет Исвенцима и других мест, где так много людей было заключено и убито? И Господь ответил и сказал так. Другой сезон. Другое поколение. Я обещал, что когда это поколение поднимется, оно не пройдет, пока все вещи, провозглашенные законом и пророками, не исполнятся. Все вещи, о которых говорится в Псалме 90, 36, 2, восстают цари против земли, против Господа и против помазанника Его. Но Господь, живущий на небесах, Он что, начнет кусать ногти и говорит, «О, нет, это уничтожит весь мой народ, и я ничего не могу с этим поделать». Он так не говорит, народ. Там сказано, что живущий на небесах посмеется и поругается. «Постойте-ка, я поставил царя моего национом, святую горую моею, простите у меня, и я дам тебе язычников». Бог так возлюбил мир, что не хочет, чтобы кто-то погиб. Это язычники, и Он не хочет давать их вам, как пепел под ноги. Он хочет их дать вам искупленными. Он хочет, чтобы сильное пробуждение пришло по всей земле. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ